Девчонки, хочу вам показать реальную жизнь. Это вот такой вот бардак у меня творится вообще на кухне. У меня приезжают родители, ну, как бы планируют приехать. И у меня как с их приездом начинается такая активизация. Я вот перестирываю там бельё, но это ещё перестирываю не к их приезду, конечно, да просто перестирываю. Тут параллельно у меня просчитывается видео, я смонтировала. Надо сегодня выгрузить, делала себе шакшуку. Естественно, сейчас я всё это буду потихоньку прибирать. Мне нужно накраситься, отснять ещё два видеоролика, перестирать всё бельё. Потом смонтировать ещё как минимум два, три, может быть, даже четыре ролика, чтобы это вышло без каких-то опозданий. Как вы видите, в субботу-воскресенье у меня прям совсем не было, ну, ничего не выходило. Вообще не было времени совершенно снимать. И надо всё успеть. Тут ещё параллельный заказ, по работе что-то делаю. То есть, что-то столько всего. Ну, узнала, когда УЗИСТ работает, потому что мы к определённому УЗИСТу ездим. Мы не ездим к непроверенному. Мы ездим к одному и тому же уже лет пять, наверное. Ещё мне нужно найти УЗИСТа по сердцу, потому что, оказывается, оно делается каким-то специальным оборудованием. Папе нужно проверить сердце. И, короче, вот, когда приезжают родители, у меня весь день он расписан просто до какой-то минуты, до секунды расписан. Не говорю уже до минуты. Надо ещё сейчас ходить. Надо ещё сходить в магазин, купить капитошки корма, взять штатив из машины, потому что он там у меня остался. Потом она красится ещё. Но это я сейчас буду делать, потому что я делаю всё параллельно. Вот я смонтировала видео, просчитываю его. Сейчас я буду краситься. Он у меня просчитается. Я загружу его на канал. Параллельно ещё смонтирую видео второе. И только потом после этого я буду снимать. Схожу в магазин. Ну, то есть, как бы, вот, я говорю, когда они приезжают, у меня начинается такая жизнь просто нон-стоп, без остановки. Ну, я понимаю, что у многих, у кого есть там семья, дети, муж, мужья, то это, конечно же, всегда, наверное, в таком режиме. Ну, так как у меня в последнее время особенно размеренной жизни, я чуть не выспалась. Хотя, знаете, я встала в 6.22, проснулась. Причём я просыпалась в 6.22. Так красивее. И вчера же я просыпалась в 6.22. И сегодня какой-то такой, знаете, цифра, есть магические цифры, которые обладают какой-то мистикой, чудом-не-чудом. Вот. И сегодня встала и думаю, ну, чё же я вчера легла, наверное, в 12. Я долго уснуть не могла, потому что куча информации, которую я получила на семинаре, нужно было её там мозгами как-то своими переработать. Ещё плюс ко всему мне там дали обратную связь. Одна из моих подруг по какой-то истории нашей совместного общения. Я поняла, что там была неправа и думала, как это исправить. И как раз мы говорили очень много на этом семинаре о чувстве вины. Многие из вас, я даже, знаете, предугадываю немножко комментарии. Кто-то из вас подумает, кто-то скажет об этом слух. Типа того, детей у неё нет, чё попёрлась на искусство воспитания детей, когда ещё своих-то нет. Но там очень многие моменты можно переложить на свою обычную жизнь и повседневную жизнь. И на общение просто, на отношения между тобой и родителями, между тобой и друзьями, между внутренними своими конфликтами, которые у тебя происходят. Да, я вообще человек очень критичный сама к себе. Я самый себе главный критик во всём абсолютно. И те люди, которые себя критикуют, а те люди, которые себя критикуют, они, как правило, не могут себя простить очень долго. Время, да, я вот что-то сделаю, накосячу, и, например, понимаю, к чему это привело в моей жизни. Я очень долго поэтому могу переживать. И вот это вот залипание в прошлом, вот это вот перемалывание, вот это вот проблемы, какое-то ощущение чувства вины, оно ничего конструктивного в себе не несёт. Ну, от этого тебе лучше не станешь жить, у тебя ничто не улучшится, там, ни отношения с друзьями, там, с родителями, с мужем, если там он у вас есть и так далее. А нужно не залипать в этом чувстве вины. Это настолько сложно. И человек, который, как правило, себя винит, себя критикует, он также относится к совершенно, ну, к чужим людям, к другим людям, к своей семье, к членам своей семьи, к окружающим, к друзьям. То есть человек, который не мог уже долго себя простить, долго себя винит и себя критикует, осуждает в чём-то, то, как правило, это перекладывается на общение с другими людьми. Ты также не осуждаешь, критикуешь, винишь, не можешь простить очень долгое время других людей. Это, может быть, где-то у тебя, как бы, и есть, что, типа, надо простить, но подсознание, оно, в подсознании вот это вот, как бы, вибрирует, да. Я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю. То есть в голове идёт процесс, возможно, даже где-то бессознательный, но он непрекращающийся и длится долгое время. Я, знаете, иногда говорю, я завидую тем людям, которые вот настолько, знаете, просто относятся к жизни, у которых там случилось что-то, бах, они такие, ой, ну и как бы, и по барабану мне на этого человека, да, ой, ну и там, короче, поругался он со мной, поругался его проблемы, вот. Или там я что-то кому-то сделал плохого, блин, да пофигу, ой, я не так видео снял, ой, да по барабану, да, или мне что-то там написали. Реально, ну не то чтобы завидую людям, у них там свои проблемы в жизни из такого пофигистического отношения, из-за такого пофигистического. У людей, которые там близко все принимают сердце, у них другие совершенно проблемы. Но это я к чему говорю, и вот этот вот семинар можно смело переложить себе на обычную жизнь, на отношения с другими людьми, со своими близкими, говорю, со знакомыми, с друзьями, с коллегами по работе. И вот мне вчера моя подружка, она дала обратную связь. И так как я об этом знала давно, что нельзя опять же залипать в прошлом, испытывать чувство вины и мозгами, ты это все понимаешь, что я себе многие вещи знаю, я перечитала кучу книг, я пересмотрела кучу семинаров, поучаствовала в огромном количестве тренингов, головой ты все понимаешь. Но это должно работать не на уровне головы, это должно работать на уровне привычки, это должно работать на уровне сердца, на уровне души. То есть ты не просто головой воспроизводишь, анализируешь и пытаешься как-то к логике привести информацию, а ты умеешь ее не в теории знаешь ее, а практически умеешь применять ее в жизни. И вот у меня вчера случилось с подругой, и я переключила свое чувство вины, очень важно переключать, переключила свое чувство вины на то, что я могу для нее сделать, как я могу исправить эту ошибку. И вот мне еще понравилось, как Бабаян сообщался с детьми, я конечно же до видео, которое снимала после прихода семинара, я была уже уставшая, у меня не такой был бодрый голос, я не могла так воодушевленно об этом говорить. Девчонки очень много разных видюшек, гуляют на тему воспитания детей, на просторах ютуб, под руководством этого спикера, если вам не понравится он, потому что у него такая вот своеобразная энергетика, есть Шаума Аманашвили, он более такой вот спокойный, тоже его есть семинары на свободном доступе, то есть не обязательно вам оплатить деньги, вы можете бесплатно все это посмотреть на ютуб, благо сейчас у нас век информационный, куча информации, главное уметь ее фильтровать. И вот то, как он работал с детьми бабаянца, это, знаете, было что-то из области фантастики, он настолько с ними сдружился за те 3-4 часа, которые он проводил им обучение, что дети потом на второй день, они подходили его и обнимали каждый ребенок, даже взрослый был на это не способен, дети у нас настолько закрыты, это мы взрослые их закрываем, замолчи, ты громко разговариваешь, ты мешаешь людям, на тебя все смотрят, и ребенок, он вроде бы с открытым состоянием души родился, и он такой открытый всему миру, открытый общению, и родители, это самые близкие его люди, они постоянно подавляют, подавляют, угнетают, его психику угнетают, давят на него, и в итоге потом закрытый, закомплексованный, ребенок вырастает взрослого человека, перетравмированный, и несет все это в свою семью, в свое воспитание детей и так далее, в теории, конечно же, я говорю, это очень все легко и просто, на практике это нужно тренировать себя, это как привычка, знаете, там как привычка чистить зубы в утро, она же не сразу у вас сформировалась, вы родились, не знали об этом, потом мама вас там приучила, научила, и вы продолжаете это делать, и все это дело привычки, и вот это вот нужно себя просто переучить, ловить себя на мысли, я говорю, я до этого, ты все многие вещи, которые он говорил, знала, но иногда есть такое, что приходит место, время обстоятельства, встречается какой-то человек, который тебе может больше донести до твоей души какие-то, да, моменты, которые проникают прямо в сердце, не в голову тебе проникают, а прямо в сердце, и плюс еще ко всему, на этом семинаре очень много было отработок на меня внутреннего ребенка, моих проблем внутреннего ребенка, моих проблем отношений там с родителями, и так далее, то есть это вот не то, что это искусство воспитания детей, значит, что у тебя обязательно должны быть дети, подростки, там раскрываются темы, в принципе, отношений, и неважно, с кем вы их строите, и вот вчера, да, у меня прям так переключил вот этот семинар на состояние чувства вины, и знаете, я это получила даже больше не в тренинге для взрослых, а в тренинге для детей, потому что первая часть, первый день был посвящен в том, чтобы определить хозяина проблемы, ну, то есть возникает какая-то проблема, и мы, как правило, что начинаем делать? Мы начинаем обвинять правительство, экологию, ну, какие-то такие, мы ищем причину, проблему во внешних обстоятельствах, либо в других людях, да, мир не такой, там, я не знаю, погода не такая, и так далее, вот, но, и ведь, вот это вот, если мы ищем причину проблемы в других людях, и вы не во внешних обстоятельствах, то эта проблема, по сути, не решает, потому что нет ответственности, я не ответственна за эту проблему, значит, я не могу ее решить, если кто-то другой виноват, то я не могу решить проблему, надеюсь, вы это понимаете, и, надеюсь, я это понимаю, мне не хотелось бы каким-то учительствующим с вами тоном разговаривать, и, если вы переключите на себя, то есть, случилась проблема, кто виноват, и если вы признаете вину в себе, да, а не обязательно, эта вина, может быть, в полном каком-то размере, я не знаю, на каких примерах вам объяснить так, он брал успеваемость в школе, вы можете на что-то взрослое, в качестве примера какую-то взрослую жизнь или историю из взрослой жизни взять, вот, если, допустим, он, естественно, разговаривал с подростками, которые сейчас учатся, и вот он им говорил, вот, допустим, у вас плохая успеваемость, кто в этом виноват, ну, дети, естественно, там, учителя, классный руководитель, директор, министерства образования, которое создало такую сейчас программу и так далее, или, допустим, английский язык, почему у вас там плохие отметки по английскому языку, учебник не такой, преподаватель не так преподает, я не знаю, и так далее, вот разные причины, но если ты поймешь, например, что ты причина неуспеваемости в школе, это ты хозяин проблемы, это источник этой проблемы, значит, у тебя есть возможность что-то исправить в этом, ты можешь больше этому времени уделять внимание, ты можешь нанять, допустим, родители могут нанять репетитора, ты можешь, например, обангличить, ну, это надо смотреть просто, семинар, обангличить, например, всю свою комнату, например, написать стики на английском языке, на каждый предмет одежды, интерьера, да, и так далее, вот, и таким способом изучить, можешь переводить песни, петь песни, можешь, я не знаю, там стихи и так далее, и дети, вместо того, чтобы искать причину проблемы, они начали искать, как ее решать, можете себе представить, то есть он переключил их сознание на то, что они могут в этой ситуации изменить, да, внешний мир, он никогда не будет идеален, он никогда не будет создавать идеальных условий, там, для вашего развития, в принципе, мы попадаем сюда, я вот все время говорю, мы сюда попадаем на страдания, ну, это реально так, болеем мы, болеют дети, мы стареем, мы умираем, мы ругаемся, мы выясняем отношения, у кого-то не хватает денег, кто-то оплачивает ипотеку, ну, блин, куча, куча проблем, взять отдельно, отдельную какую-то семью, отдельного человека себя возьмите, да, и никогда не будет мир идеальным, и поэтому вам нужно найти источник проблемы в себе, желательно, да, хотя бы какую-то часть проблемы найти за собой, закрепить за собой, да, и тогда у вас будет вероятность и возможность, что вы что-то поменяете в своей жизни, вот как-то так, конечно же, я так круто не расскажу, особенно очень сложно сейчас со многим родителям найти общий язык с детьми, и, соответственно, для многих даже родителей был живой, во-первых, пример, потому что и родители оставались на детском тренинге, да, на детском семинаре, и еще плюс ко всему для детей, это, что я говорю, мыслим ушла куда-то не туда, пошли у меня гулять они, вот, ну, короче, дети на нем потом висли, они обнимали его, они пожимали ему руки, один из мальчиков, который туда пришел, сын знакомого, он первый день был недоволен, а второй день он поджал ему руку, и он сказал, я благодарен брату, что он меня сюда привел, то есть, каждый, каждый ребенок подошел, девочки обнимали, мальчики жали руку, но это было, знаете, вот, я схватила камеру, быстрее побежала, у меня сумка где-то там болтается в руках, и мне настолько было важно запечатлеть этот момент, я потом, или я раньше это видео выйдет, или чуть попозже, посмотрите, то есть, реально дети увидели в нем друга, человека, который их понимает, вот, но при всем при этом, он может, как бы дать, как практически научить, что с этим делать, не просто я там принимаю тебя абсолютно во всем, и ты можешь делать все, что хочешь, но это вот я говорю, это если я вам сейчас буду рассказывать, это я вам буду рассказывать тренинг, лучше посмотрите его в интернете, и, как правило, он говорит, что если у ребенка есть какие-то проблемы с успеваемостью, он у вас не слушается, он капризничает, у него плохой несносный характер, он не убирается в комнате, то проблемы не в ребенке, а проблемы в вас, как в родителе, и это вы что-то не делаете, не доделываете, как правило, допустим, несносный характер ребенка, он говорит о проблемах в семье, прежде всего, в первую очередь, между мамой и папой, вот, и это выливается, так как дети, они принимают на себя ответственность, ну, допустим, если ругается мама с папой, как правило, ребенок, вот я себя вспоминаю, он чувствует, что это он в чем-то виноват, что из-за него родители ругаются, а если еще и мама говорит, что если бы не вы, мы бы вообще с отцом не ругались, и только вы одни виноваты в том, что мы ругаемся, то это колоссальная ответственность, которая скидывается на ребенка, и у ребенка потом не складывается жизнь, ему очень найти трудный язык со сверстниками, с противоположным полом и так далее, и поэтому, собственно говоря, так важно, знаете, не просто обувать, одевать ребенка, потому что, как правило, я не вспоминаю никакие вещи, и что у меня было в детстве, да, и сколько у меня было сапог, и какой они марки были, причем это тоже, знаете, озвучивалось уже на втором семинаре, о предназначении, о миссии человека на этой земле, и вот такие вещи он давал подросткам, так вот он, в конце дети, сами говорили, это тоже кусочек у меня записанное есть, что, ну, не в марке, не в модели телефона, заключается вся жизнь, не в том, чтобы купить себе очередную игрушку, машину круче, чем у соседа, и так далее, это сами озвучивали дети, то есть у них там где-то что-то заложилось, и в принципе, конечно же, тяжело воспитывать детей в нашем потребительском обществе, я это прекрасно понимаю, когда, если в эпоху у нас там Советского Союза было, были одинаковые кофточки, телефонов у нас не было, одинаковая мебель в квартирах, то сейчас, когда у нас пришел капитализм, и у нас много-много всего, глаза разбегаются, хочется и то, и то утереть нос, там, подругам, друзьям, и так далее, родственникам, и вот в этой погоне, люди, как правило, забывают о самом главном, о ценностях других, которые ни за какие деньги не купишь, и очень часто такое бывает, время упущено, смотришь, у тебя из ребенка, которому ты позволял абсолютно все, есть такой фильм, кстати, «Посмотрите игрушка», я там для себя тоже, ну, открыла много фильмов, которые я не смотрела, и которые я сейчас хочу посмотреть, фильм «Игрушка», вот как раз она говорит о том, что когда ребенку достается абсолютно все, и когда потакать его слабостям и капризам, то каким последствиям это приводит, и что на самом деле для ребенка важны другие вещи, но так как сами взрослые, ведь по сути-то, сами взрослые включаются вот в эту гонку, общество у нас сейчас потребительское, как я уже сказала, и сами родители, они пытаются угнаться за вещами покруче, чем у соседа, да, сумки брендовые, телефоны последний, айфон, вот я, знаете, никогда не понимала вот этого трэша, когда выходит новый айфон, новая модель, и люди там выстаивают очередь, ну, честно, не понимаю, еда, я может быть хочу телефон, потому что я снимаю, как правило, на телефон свои влоги, мне нужно получше качество, чтобы было, чтобы побольше объем был, да, чтобы я могла больше всего закачать, но только потому, что этот телефон, то есть это модно, и я хочу его иметь, чтобы могла похвастаться кому-то, ну, вот никогда такого не было, никогда, и я, блин, я даже не знаю, кого благодарить-то за это, по сути, потому что родители мне вроде бы этого не прививали, откуда у меня это взялось, но, наверное, все-таки, да, есть такое понятие, как о прошлой жизни нашей, и есть такое, что я ходила к человеку, который руки смотрит, и он сказал, что я старая душа, множество прошедшего перевоплощений, и как бы я наигралась во все это в своих прошлых жизнях, поэтому уже неинтересно, я не получаю от этого удовольствия, как-то так, хотя я тоже, я люблю одеваться, но для меня вот ценности вещи не зависят ни от ее стоимости, и ни от ее престижности, вот, наверное, так, да, я люблю так же красиво одеваться, но я могу, как я пришла вот в этом платье, с бахромой, серенькая, которая показывала на первом семинаре, и она такая, Кириленко, Настя, какое шикарное платье, блин, такое классное, дай мне его на разочек хотя бы одеть, вот, а сколько оно стоит, наверное, все по 150, то есть я перевернула в ее мозгах, вот, за то время, пока мы с ней общаемся, ее сознание, то, что можно выглядеть хорошо, шикарно, но при всем при этом, не тратить баснословные деньги на вещи, вот, как-то так, что-то я еще вам хотела, общество у нас, сейчас потребительское, как его назвала бабаянцы, многие называют демоническое, когда на первом месте имеют место быть, и ценность материальные блага, и на второй план уже отступают какие-то человеческие ценности, хорошие качества, не во всем, не в большинстве своем, как не то, чтобы не в большинстве, наоборот, наверное, в большинстве, а в меньшинстве, которые еще вот что-то пытаются, как-то пытаются, хотя сейчас говорят, дети рождаются, ну, их индиго еще по-другому называют, даже есть такое, что, мнение, что будут рождаться скоро дети, которые изначально будут обладать способностями к ясновидению, к тем знаниям, будут они стремиться, ну, даже вот я разговариваю к мамам, у которых дети сейчас по 6 лет, и, причем у двух моих знакомых, один говорит, он на все имеет свое мнение, он, у него настолько такая четкая жизненная позиция, что я, говорит, до сих пор удивляюсь, и такое ощущение, что мы у него учимся, а не он у нас, у другой девочки, у моей подружки, у нее ребенок с самого раннего возраста, начал молиться, сам, я вообще в шоке была, мы сели за стол, он сложил ручки, в молитве, и начал что-то шептать, я говорю, что он делает, она говорит, он молится перед едой, причем, ну, как бы мама, да, это делала, но она не делает это каждый раз, но у ребенка вот настолько уже более высокое сознание, что ему не нужно это прививать, как-то приучать и заставлять, он просто глянул один раз на маму, и стал это делать теперь постоянно, даже когда мама не делает. У другой девочки, у нее, ну, это блогер известный, ребенок заботится об окружающей среде. Девчонки, не поняла, в какой момент я нажала сейчас кнопочку выключения, я не буду пересказывать, потому что я была в потоке, и я сейчас уже так не воспроизведу информацию, как я это могла бы сделать, ну, то есть не смогу, я не знаю, на чем я остановилась, остановилась на той фразе, что я знаю даже известного блогера девочку, дети сейчас очень такие развитые рождаются, у одной моей подружки, он молится с самого раннего детства, у другой подружки, она говорит, мы у него учимся, он такие вещи выдает, мы даже в шоке, хотя родители сами по себе развивающиеся, мы, говорит, у него даже учимся, и у одной девочки, известного блогера, у нее, например, ребенок маленький, и они все примерно вот одного и того же возраста, вот говорят, что дети будут рождаться какие-то с определенными способностями, они немножко будут, они немножко, они будут кардинально отличаться от нас, и их уже будут другие ценности интересовать, нежели нас, вот, и она, например, заботится о букашечках, таракашечках, об окружающей среде, о том, чтобы пакеты не, хотя родители им не прививают этого, это ребенок уже такой вот рожденный, с какими-то определенными задачами на эту жизнь, вот, с какой-то определенной миссией на эту жизнь, вот, ладно, девчонки, я не знаю, буду я сегодня снимать это или нет, это вот это видео, скорее всего выйдет уже по душам, потому что она вышла у меня 20-минутная, но я говорю, я подключаюсь к определенному какому-то, у меня мысленный такой поток идет, идет, и который я остановить не могу, и я тоже благодарна этому, что у меня вот такая вот способность, некая маленькая существует, я могу, возможно, с чем-то с вами важным, ценным поделиться, возможно, где-то там у вас отложится, такое, маленькая, маленькая, сначала там горошинка, точечка, горошинка, горошинка, потом фасолинка, потом, может быть, я не знаю, величиной с, с теннисный мяч, какое-то, некое иное представление, да, о ценностях в этом мире, может быть, я что-то хорошее, такое доброе вашу душу принесу, так что, такие-то дела, хотя это сейчас не популярно, я это знаю, я смотрю, как развиваются другие каналы, которые направлены на создание сериала и трэша в своей жизни, и поэтому я прошу всех вас поддержать меня лайками, девчонки, кто не подписан на этот канал, подписывайтесь, потому что 53% смотрят меня без подписчиков, можете себе представить, это больше, чем половина, то есть, я про просмотры смотрю, у меня по статистике, в сравнении с другими каналами, у меня просмотров много, потому что, смотришь, например, видео, 250 тысяч подписчиков, а там 20, даже 10 тысяч просмотров, то есть, это даже 10% не составляет, у меня это, и 20% бывает, вот, так что по просмотру, меня очень много просмотров, а вот по подпискам, к сожалению, мало, поэтому, кто меня без подписок смотрит, подпишитесь, и еще есть внизу каждого видео, такой колокольчик, уведомление, вы можете поставить его, и вам при выпуске нового видео, будет приходить оповещение, на телефон, это, по-моему, всплывающее, такое окошечко, оно нигде у вас в памяти, насколько я знаю, не будет забивать, у меня так как два канала, у меня, когда выкладываю на первом, у меня выходит такое вот оповещение, просто на экране телефона, что у меня вышло новое видео, поставьте то уведомление, чтобы быть в курсе новых видео. Все, и до встречи в следующем видеоролике.